и бед во втором туре я играл белыми с рейтинг фаворитом турнира с Евгением Найером из Москвы ну и после ходов Д4, КФ6, С4, Е6 КФ3 Женя сыграл Б6, не самый частый гость в его практике а в ответ на А3 и вовсе пошел слон Б7 насколько я помню в базе я таких партий у него не видел ну и дальше давайте дебют пробежим КЦ3, Д5 СД конь бьет Д5 у меня были тренинги по новоиндийской защите в прошлом году кое-что я оттуда помнил и поэтому здесь решил сыграть Е3 на слон Е7 дал шаг, чтобы пешка на С6 встала, она все равно пойдет на С5, так что этот шаг не является потерей темпа ну и вот здесь конечно надо было делать рокировку и ну я почему-то решил укрепить пешку в Д4 еще был неплохой ход ферзь Е2 вот ладно, я решил укрепить КД7 рокировка ладья АС8 А4 это все выглядит логичным и эту позицию я оценивал как свою пользу движок смеется говорит, что даже если черные сыграют здесь А7 и А5 на доске просто равенство понятно, что такой антипозиционный ход Евгений сделать не мог он пошел по-человечески ферзь С7 и здесь решил закрыть центр движок опять же настаивает на том что после Д5 С4 слон С2 у купелых поприятней но здесь возникает масса тактических нюансов я очень уважаю Евгения как тактика в общем, я решил сыграть А5 отлично понимая что скорее всего вот эта вот позиция она просто ничейная ну и вот здесь я начал вести то есть самое простое это было пойти Ф3 на слон Д6 А3 и вернуть слона на Ф1 на Ф1 все у белых очень надежно если ему удастся провести Ф4 и Е5 у них будет лучше если им удастся разменять ферзей то пешка Б6 это будет скорее слабость чем проходная коневой Ншпиль 4 на 3 как мы знаем выигран владейный ничейный ну в общем до этих Ншпилей белым важно дожить не получив мат то есть у черных все таки в связи с ослаблением поля Ж3 есть Ф4 Х4 то есть черные поля на королевском фланге пока что в белых ослаблены у черных на мой взгляд здесь некоторая инициатива я поэтому так не пошел а отбежал слоном на С2 и на слон Ф6 сделал дурацкий ход ладья А2 ну понятно я опасался взятия на Д4 с дальнейшим Конь Е6 висит слон на Д4 висит слон на С2 поэтому я защитил ну понятно что надо было пойти ладья А7 связать слона Б7 и тогда нам указанный вариант не страшен потому что вот вилка есть но после слон Б6 ферзь аминушпель Алексея Сергеевичу Дрееву в 2007 году вот ну в общем ладья А2 такой пассивненький ход Конь Б5 ну движок говорит что здесь черным надо было играть ферзь Е7 и что вот это просто ничья Евгений играет на победу ферзь Б8 и движок настаивает что я должен был забирать пешку Б6 мне это казалось очень опасно потому что Конь А7 рискует вроде бы не выйти с этого поля то есть сейчас я боялся что просто получу где-то мат но движок посмеивается брать ладьё это под конь С6 и играть становится нечем брать слоном это размен ферзей и Аш3 у черных преимущество двух слонов но пешек совсем нету коня на А7 выиграть невозможно и наиболее вероятный результат здесь ничья ну такую кстати ничью мне тоже делать не хотелось потому что ну здесь очевидно что черные будут 200 хотов меня мучить и так как я все таки шахматист возрастной я могу устать еще нибудь зевнуть вот поэтому Ф3 слон Е5 Аш3 Ладья Д8 тут движок настаивает на том что короля надо было ставить сразу же на Аш1 я пошел Ферз Б4 ход оказался неплохим но в первую очередь его плюс в том что его мой противник не видел и мы прикрыли поле Д2 размена Конь Д3 белая не опасаются но после слон С8 я ушел король Аш1 и вот здесь удар слон бьет Аш3 Евгений видел но он не понимал как ему дальше атаковать вот здесь а движок посмеивается он говорит что у черных настолько мощная инициатива здесь настолько стабильно плох король что простое Ферзь Е6 напали на ладью Ферзь Ф6 грозим Ферзь несколько пешек и у них ну в цельной это играть черными намного проще вот важно только было Евгений убедить себя пойти на эту позицию он не убедил и после слона Е6 ладья А3 у меня ладья стоит уже намного лучше чем на А2 здесь движок говорит что слон бьет Аш3 это простая ничья слон бьет Ж2 Конь Е6 вот такая простая подставили отдали одного слона оставляем под боем другого но вот здесь от белых требуется найти единственный ход ферзь С3 не факт что я бы его нашел белый король совсем без пешечного прикрытия у черных великолепная компенсация но именно в митильшпиле стоит разменять ферзей и белые может быть смогут претендовать даже на перехват где-то конь идет на Д6 понятно что вечный шаг ферзь H1 ферзь H2 а у черных имеется но может быть не больше чем вечный шаг а вот после ферзь С8 я сыграл конь А7 полной уверенности что мы сейчас завершим партию нищую ферзь С8 конь А7 и все но Евгений отправился отправился в бой и этот ход можно покритиковать очень серьезно потому что конь B5 успевает на помощь своему королю белые привели в движение пешки а в ответ на азартное ферзь H4 замуровали ферзя H30 посмотрите у него ни одного хода нет и после слон G1 все время уже угрожает слон H2 и слон бьет B8 тут я считал что у меня почти выиграно на конь D7 есть прикольный ход E5 ферзя просто не выпуская и слон H2 потом на конь бьет E5 насколько я понимаю там еще ладья E3 есть подключение там ладья E8 подвисает но последовало слон D6 здесь движок меня очень сильно критикует за то что я из двух ходов ферзь на B4 подвисает его надо убирать на B1 или на B2 и я не угадал ферзь B1 движок пишет что черным надо остаться на конь бьет E4 следует ладья E3 и партия заканчивается почему она заканчивается давайте попробуем разобраться что будет на коне в 6 на слон H2 ферзь F2 конь E5 это никуда значит видимо надо бить на E8 тут в общем движок считает что партия закончилась а у меня была бы здесь минута на 3 хода не знаю может быть оно и к лучшему что я это не нашел вот я пошел ферзь B2 здесь конь бьет E4 я уже могу просто взять ладья бьет E4 кстати движок говорит что ладья E3 тоже выигрывает надо будет повнимательнее посмотреть потому что я например четкой победы не вижу но как бы движку верит плюс два с половиной он стоит вот Женя отошел слон в 8 и я решил повторить позицию пару раз ход ладья E3 я увидел уже после сорокового после контроля и движок пишет что после ферз C7 E5 и E6 практически выигрывает партию потому что черные не могут брать пешку E6 ну просто из-за мертвой связки и сейчас ладья E3 ой ферз E2 там ну в общем ясно что где-то черные останутся без вот этой лошади вот ну и причем добавилось бы время в общем можно было ну я думаю повторю вот и в этот момент кстати движок говорит что есть еще прикольный ход слон B1 с идеей слон H2 и ферз попался никаких слон F5 нет и соответственно и эта позиция тоже оценивается примерно плюс 2 вот но и даже ход E5 который я считал ну я решил дать себе еще посчитать вот на E5 у черных обязательный ход слон B7 и вроде как здесь ничья слон H2 слон G1 белые вынуждены форсировать а мне не понравился ход E5 из-за ладья D2 но железка надо мной смеется говорит загнал ферзя на F1 и прорываешься E6 и видимо на F6 и черному королю становится очень плохо вот я понятно этого не нашел сыграл слон H2 F2 слон G1 ну давайте отмотаем скажем эту позицию на десяток ходов 10 ходов назад я играл конь B5 конь A7 был согласен на ничью ну а здесь Евгений записал на планке ход FG3 и позвал судью троекратное повторение в общем осталось чувствовать некоторой неудовлетворенности а после просмотра с движком оно как-то смешивается и с чувством удовлетворенности тоже то есть какое-то совершенно непонятное ощущение вот в общем ничья с рейтинг фаворитов турнира и белыми результат относительно неплохой вот но конечно финальная позиция говорила о том что надо надо было заставить себя на минутке задуматься и поднять ход ладья АЕ3 не самый сложный ход центр начинает двигаться вот в общем всем спасибо за внимание до завтра